2, 1 1, 2, 1 Эдми, аккуратно Блядь, я шестнулся по маус-оверу обратно в моба, съебанная камера Блядь, байлт у меня в FPS Первый босс Дается героизм Убивается Просто наиспокойнейше Ничего особо экшена Нету Босс прыгает периодически, просто нужно отойти в этот момент от босса Также ползущая гниль перед мордой босса, зеленая такая воид зона От нее нужно просто-напросто отойти К тому же босс призовет свою копию через какое-то время Сначала одну, потом две, потом скорее всего три Просто мы не доходили до этого момента Копия будет повторять косты босса с некоторой очередностью Просто-напросто отбегаем от абсолютно всех Воид зон, которые предоставляются в арсенале босса Ничего сложного нету, косты кикаем по возможностям Это у нас ДПС, сука Да, нормально, двадцатку держишь, все окей А под БЛом 30 можно делать, а не будет М-м-м Может 40? Да, вообще можно 100 Так, два мопца, не свитчем, собьем босса От босса отошли И если же все действия сделаны правильно, вы спокойно, без проблем убьете первого босса Далее ждет трэш Так, у нас гуновская личинка, будем бить двух рейвиков Поехали Места для кайта, ну очень мало, так что, я не знаю, манекенти Ой, блядь, клещей еще спулили Это на элема, спулилась И тут есть зараженная личинка Я предлагаю, крестик бьем У меня есть, это, мелк, мелк есть Эвейдите, молтами, инвизами, делайте действия Умирайте, умирайте, давай инвизами всегда Об этом и надо следить Я, он бы не согрелся, просто вы начали бой раньше, чем я забежал Ну что ж ты так Ну, если бы ты стоял, где мы пробегали, он бы не согрелся Просто пэт же от тебя отбегает всегда в какую-то сторону Ты типа доп кнопкой какой-то его не берешь Нет, я ж тебе говорю Он бы не согрелся, бой не начался Сели, поели Разбор полетов иногда стоит устраивать Разбор полетов это нормальная тема Но самое главное не доходить до прямо такого уж сильного бомбежа До какого-либо мата и агрессии в группе Если вы сидите в голосовой связи Спокойно, резнулись, встали, поели, если все нормально по таймеру И пулите дальше Извлекая из своего вайпа какую-либо ошибку И не повторяя ее вновь Раевики Это мапцы, которые фокусятся, фиксейтятся Называйте, как хотите На какого-либо участника группы Нужно просто-напросто откайтить этих раевиков Их можно замедлять, их можно станить Их можно откидывать с ними, можно делать все, что угодно абсолютно Оглушать, пожалуй, самая нормальная тема Ну а червячки перед собой кастуют каст Гнилая желчь Ядовитое дыхание, от которого просто-напросто нужно отойти Очень больно бьет на укрепленном Я это вчера еще сделал И сегодня, то есть, ну попросил То есть, соседом Мы пахли и раскидывали Хрень, которая осталась Вот такой Пиздец, что-нибудь Трофлят нас Что вам там, долго еще? Мы только начали под гнилия первого босса убили Итак, цветочки имеют при себе малый арсенал способностей Гниющий разум Каст, воспроизводящийся раз в 15 секунд Который просто-напросто можно кикнуть Если же этого не сделать То случайного игрока, которого они заранее затаргетили Вешается ядовитый дебаф Этот ядовитый дебаф Поглощает определенное количество исцеления Примерно 70 тысяч Возможно, это зависит от сложности ключа Так вот, до тех пор, пока это исцеление не будет сделано по игроку Игрок будет стоять в оглушении Так как это болезнь или яд, по-моему Можно использовать детоксикацию Можно использовать очищение от паладина Детоксикация от монаха И также диспел от друида Все это обезвредит данный дебаф Комната с боссом крайне опасна Делайте правильные пулы И не цепляйте зараженных мобов Сначала выцепите 3-5 мобов Смотря от модификаторов и от АОЕ вашей группы А уж только потом отдельно выпулите зараженных Зараженные мобы друг друга не хилят Помните эту мысль Первый таргет всегда роевики Потому что они фиксатятся на какого-либо дамагера А дамагера, конечно же, пробивает больше, чем танка Следующий таргет для вас будет Скорее всего, личинка Потому что ее рандомные дыхания Как-то слишком сильно заставляют игроков думать А думать в ключах Не нужно Нужно просто дамагать Не стоит лишний раз напрягаться Ну а последним таргетом Лучше всего выбрать цветочек Сбивать косты раз в 15 секунд Это уж и не такая слишком сложная задача Это звучало как лозунг Говори, все, братан, место тебе гарантировано Себли, домой на лес собрался Слушай, за Орду круто Там тролли сейчас рулит как бы Домой на помойку Оржинскую Не знаю, Орда как бы топчик Кальян сосед ЗАИВИАНС Я думаю, у нас место рулита Ну да, тут уже место рюлита и место рулита Уже освободилось Очень быстро, смотри как просто Прям за 2 секунды, считай, ну Да, за 2 секунды у нас сразу Ростер чуть-чуть уменьшился А Шосса вчера сидел и говорит Вот, ростера много, что же с вами делать Да, да, да Ну вот как раз, да, ребята все сделали Как положено Здесь 2 зеленые личинки изи И КПРО А, ну даже так А вот мелкая дышит, вот так аккуратнее Мелкая дышит, да, аккуратнее с ней Кресту позбиваю косты Другим мопцам можете другие косты кикать Ну вот, 3 минуты гера Ну потому что вайпнулись, блять А, так вы вайпаетесь Все, не хочешь к нам уже? Ну и сиди дальше, там, картошку свою греби С вейперами Дальше Ну вы че думаете? Да, он не хухрый-мухрый Да, он собью его, я кач Ну вот еще и не сливает добавок ко всему Хе-хе-хе Что значит скидывать, сука? Что эти пауки грызут, блять, через эвейзен, через все, пидоры Пауки пидоры, все, так же запишем Пауки пидоры грызут Паучок укусил Эдми за бочок, так же запишем Пойдем поизвать скелетов, нет там Скелетов, скелетов, да Сейчас вот один зараженный я А, контроль дайте У меня КД Так как у нас небольшое КД на искажение времени, на героизм Принято решение чуточку дальше популить трэш С целью того, чтобы откатить героизм Так как модификатор тиранический Да и на укрепленном на самом деле Героизм крайне важен на каких-либо опасных мопсов Или же в текущем случае на босса Бьем мопсов Дожидаемся того, как откадешится гера И пулем босса, все просто Угу Угу Я по рейнджовому кругу буду собирать Ну типа Самые-самые дальние Под блинками своими С полетами Ну я по кедерски, под жопой как говорится Нормально На трэше чуть-чуть Клещей подбулили после первого босса Лобаки Там ты лобак Прям ровно гера откатилась идеально А это по плану все было на самом деле Лайкнуться там, отсчет И рот, который есть Конечно Ну, типа В момент несварения От морды, в момент Каста уже рывка От морды тоже, сейчас от морды Изначально все стоят Перед лицом босса С целью того, чтобы рывок Сделался в стену Самая простая тактика на самом деле Ну а После рывка танк подводит босса Аналогично к стене, чтобы личинки Были очень близко По отношению к боссу И чтобы их было проще Собрать, взорвать После дыхания Каста несварения, все опять Приходят ему в личика С целью того, чтобы рывок Дался в одного Из тех игроков, который стоит перед лицом И босс сделал Очень короткий чардж В момент его припадка При наборе фул энергии Будут вылетать рандомные личинки Очень далеко от босса А я просто-напросто стою И танчу босса Кайфую Самое главное После припадка После того, как босс отбегает В фулл фазу Вовремя И правильно А к тому же еще и быстро Прибежать обратно К стеночке Если этого не сделать То потеряется Немножко дпс Увы Бьем личинок Ничего не рушим Бьем босса О, вообще идеальный комбан Самое лучшее кольцо льда За тысячелетие, наверное Да-да-да Все, никто не умер Все хорошо Идем далее Первый каст мой Я надеюсь, это у вас пятнадцатый? Конечно Вот двадцать пятый, блять Первый по миру Личинки, которые вылазят из-под земли Эти головы Имеют в своем арсенале Один-единственный каст Стрелы тьмы Стрелы смерти Залп стрелы тьмы Собственно, магический каст Который нужно сбивать Сбиваем И радуемся тому Что они получили дебаф На Тиканье урона По себе В любом случае Этот каст надо сбивать Следующий трэш Представляет из собой Длинного мопца И обычного мопца Я не знаю, как это По-человечески назвать На самом деле Просто так как-то Привычнее уже стало У длинного мопца Три каста различных Первый Потоковый Который Снижает Исходящий От игроков Дамаг Ежесекундно Просто-напросто Нужно реально Слишком много тьмы Который нужно Сбивать Типа там Пока ты прокликаешь Пока там Снимешь Это потери ДФС Еще к тому же А столб Это одна кнопка И секунд на 10 Он действует Снимешь 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 Ну, при чем Не всем Снимешь Смотри, что делал Нет, нет Нет, дала Там, этот Питер прилетел Да я его подпулил Ни хуя Это можно Это делать проценты За него За него За него За него Должны давать 1.6 Дает, дает Мы сейчас Проверили Нет, давай проверим Если дают Я сейчас Еще напулю Ебать их там Если сейчас Дождите Чек, чек, чек Ебать Все нахуй Это летуны, да, какие-то? Фьюринда Помоги мне Нет, они Они ебут Ну, две штучки Почему они Они все Они же Фокусятся Но мы их убьем, они не укреплены, они за станку раскладываются. Опять нам ворчать начали, блять. Все, идем дальше. Итак, два мопса, стоящие перед боссом. Их уж лучше убить на самом деле, потому что в момент взрыва грибов, ох уж, а те инсайды, а предстоящие тактики на боссе, могут игроки просто-напросто зацепить этих двух мопчиков. А делать это абсолютно ни к чему. Сбиваем залп стрел тьмы, отходим от тотема, ну и сбиваем потоковый каст. Все аналогично, как и ранее. Идет счет. Здорово, здорово. Босс, а че ты дерзишь? Че ты такой дерз? Просто. На боссе появляется, ну просто огромнейшее количество грибов. Счастье грибника. Иначе этого босса никак не назвать. Есть вариант весьма простой. Рушить грибы по чуть-чуть и диспелить себя. Это яд вешается так, что детоксикация в виде каста диспела от монаха прокатит здесь. Так же, как вариант, можно много взорвать и аналогично с диспелить себя. Можно взрывать грибы фронтальной атакой босса, а именно ударная волна. А можно взрывать грибы теми стрелочками, которые вешаются на игроков. Задача игрока встать в кучку грибов и к нему направится земляной толчок, земляная волна. И в итоге грибы рядом с этим игроком разрушатся. Это весьма классное использование механики. И спокойно можно взорвать большущее-большущее количество грибов. Если же какой-то гриб не взорван, то к 100 энергии босса начнется каст трехсекундный. И гриб взорвется, повешает на всех игроков группы дебаф, который будет тикать. Я уж думаю, лучше одному человеку поймать этот дебаф от одного гриба, чем абсолютно все пять игроков поймают после гниющего урожая на себя по одному стаку. Если вы стоите рядом с грибом и уже начался каст, не поленитесь, съешьте его. Бой цикличен, поэтому все очень просто. Ну, взрывами очистите. Добьем. 20%. Мне кажется, добьем. Берегитесь. Что тут у вас происходит? Дрочь, тайм. Грибами балуемся. Отварные. Ломайте, ломайте. Поморок. И тому. В попытках пролутать, как говорится, четырехсотые шмотки. Не сгорели, да. А вообще, кому-то больше 390 в твечах падало в гильдии? Нет, никто не оброшел. Ну, в гильдии, не знаю, в чате твеча падало. После убийства босса делайте правильные пулы. Именно те, которые будут сейчас ради набора 100%. Мопцы. Вот эти йогсароноподобные. Выпускают щупальца, делают перед собой каст, сводящий с ума взор. От него надо просто-напросто отойти. Кстати, щупальца, которые вылазят из-под земли. Ну, вот эти вот червячки, которые вы сейчас увидите. Они подвержены станам. Можете просто-напросто оглушить это щупальца, если вам жалко отдавать кики. Либо если вы спулили длинного мопца. К примеру, как это сделали мы сейчас. Это топ 100. Из мили выпрыгиваем, Эдмир. Без героиков. Без героиков? Жаско. Нет, ну а век здесь, что там? Он же несложный, поскольку. И едем по паку, сейчас паралич кину. Ты угораешь, это в таймер уже проходится. Все нормально. Самое главное, властей не лайкнуться, чтобы он в меня кидал все эти дыхания. И все будет легко. Стоп. Это вызывает больше вопросов, почему им день инвекции не убьют. А не почему спектр вдруг убьют. Спектр уже говорят убили. Ну убили, наверное. Ну да. Типа, ничего тяжелого нет. За 4 дня-то. Тут я согласен. Просто... Просто... Босс долго убиваются. То есть что-то бегаешь, там перекрываешь, отбегаешь. Скикаешь косты. Не все, кстати. Типа, по-такски чуть-чуть напряжено, только, да и все. Не манекены босса. К примеру, как в гавани. В гавани полегче босса, я так думаю. Я так считаю. Там, короче, техни так. Техни в гильдии, которые убили этого босса. И там рога будет на хорошем месте. Там легко ищут. Я говорю, они просто не в гильдии пиршите, поэтому там... Аккуратно. Первый каст пик нам. У меня автомат не пикет. Ну, корот, окей. Конечно, да. Сейчас собью. Техни роги с автокиками играем, блин. У вас клиф идет ранжей аккуратно. Ферин, да? Ферин, окей, хорошо. Я испугался за тебя. Там Сигулий вылетел в итоге. Ты бояка постоянно пугаешься. Очень приятно, когда как-то тиммейты переживают. Это хорошо. Он переживает, но он же не за тебя переживает. Он же переживает, что вы там ключи закроете. В смысле? Вы угораете? Чтобы, блядь, мы либо две шмотки платаем на группу, либо три. Алло. Я один куя пэл. Вот опять, он переживает не за тиммейтов. Он окатит за луто, то есть перебивает. Тоже верно. Гад. Хватит, кстати, этого хорошо. Ну, так, подожди. Два, четыре. Четыре, восемь. Прям ровно, ровно, прям. Математики. Это идеальные пулы. Это можно, не знаю, гайды запускать. Двадцать восемь раз. Сколько? Двадцать семь. А на Азек Воксе они вайпнулись тоже двадцать семь раз. Бля, идеальный пул, пацаны, мобов. Представляете? Мы, профессионал плеер, тим, ру, воль, бест, EU, NA, Азек Возок, СНГ. Что, блядь? Меньше? Там вайпы были, типа... Бля, шесть с половиной минут, ребят, ези вообще. Двадцать два, да. Если первая будет зона, сейчас... Двадцать два у нас, да, здесь класс. Там же вайпы были, типа, первая будет зона вайпы. Некоторые. Ну, у них тоже такое бывает, да. Играли дальше. Короче, смотрите. Рэнджи вот тут вот, вот где квадратик, а я впереди постою. Отсчет. Постофи, откуда все. Я не могу, у меня аддон сломался. О, если в Симиро сломался аддон, это все, ребят. Это можно, блядь, суицидиться. Выходить из игры. Да, стоит у меня, но у меня другой аддон для юзомарок. Маркинг-банк. Итак, если босс при пуле юзает абсолютно все дыхания в танка, то все, в принципе, идеально. Рэнджи, милишники, хил. Стоят за спину, друг друга очищают, стараются очистить ближайшие к боссу войд-зоны. При возможности, конечно же. Ну, а танк стоит направленный в центр платформы, как я это делаю. Да и все. Только это получается обычно раз через раз. Суть в том, что те войды, которые спавнятся после дыхания босса, через какое-то время реинкарнируются. Из них вылетают споры. При уничтожении этих спор разливается войд-зона вновь. Что-то схожее с каплями в гробнице королей на первом боссе золотом змея. Что-то в этом аналогичное есть. Итак, просто-напросто бьем эти сферы, которые переродились. И при наборе ста энергии босс выпустит двух мопцов. Одного из этих мопцов. Босс наш Титан, который сражается вместе с нами, возьмет в контроль, встан и, собственно, сам убьет его за 10 секунд. Ну, а второго мопца уже придется нам потихоньку разминать по дамагу. Ну, а позже Титан после убийства первого мопца присоединится и поможет убить нам второго. Босс крайне прост, если абсолютно все дыхания идут в танка. Он становится очень ручным. Вы сами все это прекрасно видите. Ну, а на этом мой монолог кончается. Уж очень давно не был я в подгнилье. Эту ситуацию, я думаю, исправить в ближайшее время на стриме. Чуточку недочетов в ходе своего монолога. Я допустил. Но они не критичны. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, рассмотрите различные другие видосики. Надеюсь, они вам понравятся. До скорого. Сука, опять АП, блядь, они приковываются? Ну, вот так, смотри.